Президент России Владимир Путин в своем стиле оформил отказ от поступившего ему мирного предложения, пишет телеграм-канал Генерал СВР, дали мовую оригиналу. Мы уже сообщали о том, что именно очередной массированный ракетный удар по энергетической инфраструктуре Украины будет означать отказ Путина от предложений перейти к мирному урегулированию конфликта в Украине на условиях, которые Кремль посчитал неприемлемыми. Путин отверг не только предложения, но и ультиматумы, выдвинутые параллельно с мирным предложением. Теперь наиболее влиятельные западные партнеры будут настаивать на медленной передаче Крыма Украине и никаких отсрочек и поисков компромиссов. Путин в понедельник, проводя совещание в режиме видеосвязи с руководством силового и военного блока, высказался однозначно в сторону эскалации. Более того, президент России заявил, что «операция ограничена территорией Украины, и в этом проблема. Там все застоялось и завонялось, необходимо расширять рамки». Далее Путин произнес фразу, которая удивила всех участников совещания «НАТО пора шатать, пора шатать НАТО». Президент высказал свои мысли, подкрепляя аргументами эту идею и предложил использовать заготовки, имея в виду ряд операций, которые разрабатывались и были подготовлены к реализации, но отложены на неопределенный срок. По словам Путина, он еще две недели назад дал личное указание заместителю начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ, начальнику Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Игорю Костюкову приступить к реализации нескольких подобных операций на территории третьих стран. Путин сказал, что считает, союзников надо качать первыми, указав на Турцию и Венгрию, и плавно переходить на Польшу и Прибалтику. Президент отметил уверенность в отсутствии военного ответа со стороны НАТО и считает подобную тактику эффективной, как минимум для уменьшения поставок Украине вооружений. Резюмировал Путин словами, без этого нам не выжить, надо повышать ставки, демонстрируя готовность идти до конца, пока они не сдадут назад. Это вызвало еще большее удивление и несколько участников совещания высказали недовольство тем, что не в курсе происходящего. Так уже по завершении обсуждения, оставшись на связи секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев, напрямую упрекнул президента в том, что ранее секретов подобного рода от него не было. Путин на это ответил, времена меняются. Путин поднимает ставки до предела, не имея на руках ни одной выигрышной комбинации. На одном блефе далеко не уедешь, и скорее рано, чем поздно, он проиграет все. До зустречи! Глядачи, переможемо! Пошурите, коментуйте, лайкайте. Мы – Сыла. Глядачи, коментуйте, 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 Продолжение следует...